Привет! А ты тоже катаешь Яндекс и в шоке от его цен? Ну тогда я могу только посочувствовать тебе и помочь сэкономить хотя бы на комиссии парка. Есть отличный парк, называется Ракета такси и подключает он кстати не только к Яндекс, но еще и к Сити Мобил и к агрегатору Болт. По условиям Яндекса водитель самостоятельно может выбирать комиссию, которая ему будет выгодна. Это либо 2,5 процента, либо фиксированная стоимость комиссии 3 и 7 рубля для регионов с каждого заказа и всего лишь 7 рублей для Москвы и Петербурга с каждого заказа. Но если ты катаешь Яндекс постоянно или работаешь на гарантии, то тебе будет интересен тариф комиссия парка за смену. Это всего лишь 30 рублей для регионов и 50 рублей для Петербурга и Москвы. Кстати, парк не берет дополнительных комиссий с бонусов, а еще у него есть заправка с таксометра и возможность покупки смены. Но самое главное, что парк выводит денежки автоматически каждый день. Все контакты и ссылочки я оставляю в описании под видео. Обязательно звоните и подключайтесь. Парк отличный. Ребята, всем большой привет. Ну что ж, я вышла катать обычную смену, чтобы посмотреть, сколько по новым ценам получится у нас заработать за 8 часов как ПТК. Все правильно. Катать я буду, естественно, только Яндекс. Никакой активности для того, чтобы потом получить гарантии у меня нету, естественно. Поэтому я не буду тут пытаться выбирать каратыши. Я буду просто работать, как я обычно всегда работала, по более-менее адекватным каким-то адресам. Но мы зато с вами сразу посмотрим, насколько много вообще этих каратышей. То есть, есть ли вот эта возможность наделать их там кучу для того, чтобы потом быстренько гарантию получить или все-таки осталось очень много также длинных заказов каких-либо. Поспрашиваем обязательно у пассажиров, как им нравится такая цена. Ну и в конце, собственно, все посчитаем. Сегодня четверг у нас. Сейчас время 8 часов. Я немножечко сегодня припозднилась и, в принципе, горит кэф даже плюс 130. Мне уже пришел первый заказ с кэфом плюс 80. Ну и, в принципе, я сейчас начинаю работать из зоны, где доплата до 200 рублей до 9 утра. Поэтому пока что есть шанс хотя бы что-то заработать. Ну что, погнали катать. Угораем с вами вместе над этими ценами. Я, конечно, очень сильно не хотела. Вот я когда думала сегодня о том, что мне надо будет целый день катать Яндекс, я прям вот просто, господи, оставьте меня дома, пожалуйста, можно я никуда не пойду? Ну как-то так. Ну понимаю, что, блин, ну надо и самой, во-первых, интересно. Ну и я же вам обещала. Кстати, еще интересно посмотреть, стало ли заказов больше вот из-за того, что цена понизилась. Хотя это может быть совершенно не связано сейчас с такой ценой. Вы сами прекрасно знаете, что их то больше, то меньше. Ну, коллеги говорят, что коротких заказов больше стало. Здрасте. Да, да, да. А вам еще надо будет багажник? Спасибо за поездку. 10 минут я ехала. Ну вот 200 рублей мне по гарантии. Но я, конечно же, стоять здесь не буду, потому что, вот, смотрите-ка, кстати, обклеился машинка, на которой я ездила. Всем привет. О, заказ пришел. Без кефа, естественно. 400 метров подача. Офигеть. Ну вот, ребята, вот мы сейчас и поедем в 8.20 вот без кефа катать всякую фигню. Ой, не нравится мне этот адрес. Какая-то проститутушная гостиница. А, нет. Гостиница... Ну ты дебил. Славящаяся женщинами низкой социальной ответственностью. 25 рублей на чай пришли. Класс. Вообще. Слушайте, я прям с утра жгу. До свидания. Я еще не смотрела. Я хочу сделать это с вами. Первый раз увидеть эту цену. Мне очень плохо, очень больно. Я прям не хочу. В общем, смотрите, 3 километра. Ну, я рассчитал 10 минут, что мы будем ехать. По факту мы ехали 6. 3 километра. Спасибо за поездокси. 2 рубля ожидания платные. 3 километра. Это просто... Что это такое? Блин, а где-то КФ плюс 180 сгорит. А я тут за 89 рублей езжу. Ё-моё. 800 метров. Ладно, хрен ли. Поехали. Ё-моё. Гулять так гулять. Короче, у меня списали же комиссию. За мой классный заказ. У меня осталось чистыми 74 рубля. Классно, да? Мне тоже нравится. Здравствуйте. Ну, да не, 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 спасибо. Так, сейчас. Всего доброго. Спасибо. Все. До свидания. Хорошо, что бывают понимающие пассажиры. У меня осталось 30 рублей. В наших нынешних обстоятельствах это очень много. Потому, что мы ехали 25 минут. Смотрите на цену. 171 рубль с учетом 7 минут платного ожидания. 9 там с лишним километров. Естественно, что Яндекс посчитал мне, что я доеду быстрее. А по факту, ой. Ах ты пидор. Мипель. Блин, отправил заказ самолета, а он не отправился. Представляете? Здрасте. Здрасте. До сюда. Я что-то, это, думала он у меня отменился. Ребята, а как вам такое? Для улучшения качества обслуживания. 105 рублей за 3,7 километра. Мне очень нравится. Вообще супер. Слушайте, ну я вот просто пылесосу, пылесошу, пылесосу. Я не знаю, как правильно. Уже пятый заказ сейчас буду делать, представляете? Прям работы не хочу. Мне надо мелочек, просто рублей будете. Спасибо. Вам спасибо. Слушайте, ну они прям пусечки. Вы просто гляньте на них. Они больше, чем Яндекс, понимают, что за 70 рублей ехать 1,7 километра. Это просто жесть. Платная подача 4 километра 92 рубля. Это детский тариф. За господин оплаченка. Пожалуйста, до свидания. Вышло 6 минут. Мы ехали 2,7 километра 232 рубля. Но это детский тариф. Он изначально дороже на 60 рублей, чем эконом. Вот, пожалуйста, еще один заказ. 7 минут 91 рубль. Я уже не знаю даже какой-то по счету заказ. Я просто не могу остановиться. Короче, 3,7 километра тоже 10 минут. Вот 97 рублей. И мне уже опять пришел заказ, кстати, тоже коротенький. 10 рублей мне на чай прислали. Сегодня просто чайный бок. Пожалуйста. Спасибо, до свидания. Пожалуйста, до свидания. Спасибо за поездку. Два километра 6 минут. Вы готовы? Готовы, дети? 69 рублей. Я сделала уже 9 заказов. Я уже устала. Да, я быстро устаю. Потому что я как бешеная ношу здесь. Просто как бешеная. А как-то вот цифра заработка не очень-то походит на 9 заказов. Чуваки, я что-то вообще вот уже не хочу вас возить. Такое ощущение, что бессмысленностью какой-то занимаешься. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. До свидания. Ну вот еще один заказ. Почти 4 километра 96 рублей. Вот честно. Я, может быть, охренела, но у меня, правда, вот уже нервы сдают. Я уже не могу. Я уже опять еду на новый заказ. Правда, слава богу, он по детскому дарился. Домой, дорогой, давай. Домой, домой. Домой хочется. Димуль, я понимаю, мне тоже хочется. Дим. Ой, до свидания. До свидания. Все. Около 6 километров вышел на 191 рубль. Понимаете? Вот нормальная цена. Нормальная. Сколько бы он по эконому сейчас был бы? Рублей 130? Отлично. Денечки вам поступили, да? Да, в сумастое. А? Деща, дадите? А, деща, я забыл. Пассажиры сегодня, они у меня сегодня такие пусечки все, они у меня сегодня такие все лапушки. Они мне за утро 2 сотки в общей сложности на чай расстагали, я пошатала. У меня ни разу в жизни не было столько чаевых по безналу. Ну, знаете, был там 100 рублей. Конечно, я тоже была в шоке. Но вот то, что их прям много сегодня. Каждый там практически через заказ, особенно последний, 25-39 рублей, 10 рублей. Это очень приятно. Даже не могу понять, с чем это связано, потому что у меня грязная машина, особенно левый край. Тот еще нормальный, я и мыла-то недавно. Но там меня несколько раз окатили грязью, я до такой степени грязна, что это просто невероятно. Друзья, ну что ж, давайте подводить итоги. Я закончила свою работу, но каюсь, я не сдержалась и не смогла я отработать 8 часов. Ребята, я не могу катать за эти цены. Это ужасно, это просто ужасно. Но вы будете сейчас в шоке. Я отработала 4,5 часа и, представляете, у меня, ну, грязными, конечно, но вышло 2 тысячи рублей. Это гораздо больше, чем та цифра, которую я в предыдущие дни зарабатывала в первую половину дня, то есть до обеда. А я вам сейчас расскажу, как так вышло. Что у нас получается? Я вышла в 8 утра и закончила пол первого. То есть я отработала 4,5 часа. Я за это время, можете себе представить, сделала 13 заказов. Я просто ездила реально безостановочно. Практически это 3 заказа в час. То есть я вообще не стояла, вообще не стояла. По поводу гарантии. Смотрите, конечно, коротких было заказов достаточно много. То есть где-то, ну, почти половина из них, они такие, не длинные, там, 3-4 километра. Да, но большая часть из них все-таки, они были по детскому тарифу. Во-первых, у меня целых 3 штуки получилось, и они тоже все длинные. Не коротыши, в общем. И если честно, я не знаю, вот если так вот сидеть и выбирать, перебирать вот эти заказы, чтобы пытаться выбрать только коротенькие, сколько это нужно времени, и сможет ли водитель вот так вот делать вот по 3 заказа в час практически, да, как я. То есть будут ли ему такие заказы даваться? По таксометру именно у меня до вычета комиссии получилась вот такая сумма. 1925 рублей. Если бы я могла получать гарантии, получила бы я их от Яндекса за 13 заказов. Посмотрим, сколько он нам предлагает. За 13 заказов у нас в Туле 1720. То есть, ну, соответственно, все вот эти вот ужасные заказы, которые я сегодня катала, они бы никак бы не компенсировались бы, если бы я могла получить гарантию. И казалось бы, раз все так классно, все так прикольно, вроде сумма хорошая, чего я так психанул, то и ушла. А вы просто посмотрите вот на эти заказы и вот на эти цены, которые остались с учетом вычета комиссии. И это не один километр, не два, некоторые из них по три километра, понимаете? Я честно, я не могу, я не могу себя пересилить, ездить по этим тарифам. Так что получение гарантии это какая-то спорная на самом деле штука. Так вот, давайте придем к тому, как у меня вышла такая сумма, достаточно все-таки неплохая, я считаю. У меня сегодня было просто капец сколько чая. Тут у меня вышло, что 65 рублей мне наличными дали чай и еще 130 рублей по безналу. У меня было целых три заказа по детскому тарифу, а они на секундочку, на 60 рублей каждый дороже, чем какой-либо эконом. То есть это уже 180. Ну и плюс еще заказ с платной подачей. Вот в итоге и набежала такая сумма 2000 грязными. Но давайте теперь посмотрим, а что было бы, если бы для чистоты эксперимента я бы все-таки отключила детский. И если бы все эти заказы у меня были бы по эконому, если бы у меня не было бы чаевых, посмотрим, какая сумма у нас остается. С вычетом комиссии выходит 1720. Ну такая нормальная сумма за 4,5 часа, согласитесь. Вычтем все мои чаевые и всю разницу между заказами эконома и детского тарифа. А разница это с каждого заказа в 60 рублей. Получается три заказа по детскому тарифу, это 180 рублей мы вычитаем. Мы вычитаем 130 рублей чаевыми по безналу и 65 рублей чаевыми наличкой. И у нас остается вот такая вот скромненькая сумма. 1280. Уже как-то не очень, согласитесь. В среднем каждый заказ получился на 98 рублей. Блин, как это вообще? Вы считаете, это нормальный то есть заработок, с учетом того, что у меня были по 10 километров заказы? Если мы вычитаем из 1280, у нас чистый заработок составляет всего лишь 930 рублей за 4,5 часа за 13 заказов. 350 рублей это бензин, который я потратила. Но если считать так, как должен правильно работать таксист, в моей схеме, видео ссылочка будет наверху, где я считала, сколько стоит километр поездки на легальном такси, а это 8 рублей. А с учетом того, что я проехала 75 километров, мы 75 умножаем на 8, получаем 600. Из этой суммы 1280 мы вычитаем 600. И у нас остается всего лишь 680 рублей. Разделить на 4,5 часа это всего лишь 151 рубль в час. Вот уже и все заработки развеялись. Капец, у меня бензин кончился. Какая я молодая! Блин, и что делать? Вот я лох. Но в целом-то поработала я нормально. То есть у меня вышло, так вот, если вычесть комиссию бензина, 1350, то есть, ну, хорошо достаточно. Но, ребят, я не вижу смысла продолжать этот эксперимент, потому что, ну, мне сегодня несказанно повезло и с чьевыми, и с детским тарифом, что дало мне возможность хоть как-то заработать. А сейчас вот продолжать ездить за 80, за 60 рублей, честно, ну, вот, честно, я не могу. Простите меня. Я сделала все, что могла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова